Девушки отдыхают Удивительная рядом тема сегодняшнего выпуска «Омск репрессированный». Сколько было репрессированных у мячей по политическим мотивам? Какой след оставил большой террор в жизни нашего города? Все это можно будет узнать, посмотрев сегодняшний выпуск 21.00. Да, кстати, перевалили за экватор. И сейчас уже участники первого финала бьются дальше. Ну а у нас в гостях сегодня Тамара Петровна Марткович, председатель Омского отделения «Мемориал». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Крайне рады видеть вас в нашей студии. Мне тоже приятно. Я люблю эту новостную информацию. У нас такая, знаете, развлекательная новостная. Ну, все равно. Я в основном смотрю новости по телевидению, поэтому мне приятно быть молодежной. А вот не то нет. Слушайте, как нам-то приятно, что вы к нам пришли. Вы побывали на Удивительном рядом. Скажите, удивило? И чем? Что больше всего удивило? Меня удивил звонок Кристины. Когда она позвонила и говорит. Так и так. Я говорю, как? Это моя любимая передача. Вот честно вам говорю, у меня любимая живая история, у меня любимое славное имя. Я не отрываюсь, там горит мясо. Я смотрю, прихожу уже, конверты сгорели. Удивительно, я не сразу стала смотреть. Ну, потому что много передач, слава богу, кто-то ответил, да? Омская. Ну, притом Павел Паутов ведет, ну, тоже прекрасный ведущий, да? И я иногда так фрагменты смотрела и думаю, что за передача? И вообще ваша Акмы начинает свою работу в 5 часов вечера. Ладно. И тут однажды я посмотрела полностью, сижу, а я же краевед еще и занимаюсь историей Омска с 10 лет. Да ладно? Конечно. Я провожу экскурсии по городу и так далее. И думаю, что-то интересное. И вот однажды мне Кристина звонит. Я говорю, да я знаю вашу передачу. Правда, вот как вам сейчас рассказываю, не так, как надо бы сесть и смотреть, а фрагментарно. Ну, говорю, мне это очень приятно, что в будущем у 300-летию у нас еще одна интересная передача. А еще 17-16 еще прекрасный маршрут есть передача, была передача. Вот. А что конкретно в этом выпуске вас удивило? Удивило? Да вы знаете, ну, как сказать, ну, другое построение сценария, чем вот... Не-не-не, а конкретно какой-то вопрос может быть. Факт, который вы еще не знали. Ну, вот честно сказать, меня не удивило, уж честно, по большому счету. Вот. Потому что тема репрессий, вы знаете, она в наших сердцах, вот в потомках и в ваших, наверное, вам же рассказывали, родители, бабушки, там, да и столько литературы сейчас за 25 лет издано. И ежегодно мы отмечаем День памяти, вот как сегодня, да. Меня не удивило, меня просто поразило внимание молодежи к этой теме. Слушайте, давайте посмотрим анонс программы «Удивительная рядом. Омская версия. Омск репрессированный», который сегодня выйдет ровно в 21 час на канале «Продвижение». Первая интеллектуальная телевизионная игра омского «Приртышья» прошла «Экватор». Теперь за выход в финал борются победители первого раунда. Много в жизни моей изменилось за это время. Я посетила в этом году достопримечательности Омской области. Ну, как Омский, в политике там много чего произошло, а Омский, я думаю, продолжает быть таким островком стабильности. Но на этот раз игра не покажется им легкой прогулкой. Омск репрессированный. Тема этого выпуска программы «Удивительная рядом». Тема – это, конечно, очень тяжелая. И когда мама стала рассказывать, то, извините, волосы дыбом у меня поднимались. Сколько мечей было репрессировано по политическим мотивам? Какой план расстрелов был установлен для Омской области? Вот вариант ответов. 100 человек, 500, 1300. Думайте, пытайтесь угадать. Время пошло. 30 июля 1937 года на Орковном внутреннем дел СССР Ежов подписал приказ об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, которые разбивались на две категории. Первые, наиболее злостные, подлежали аресту немедленно и по решению особых совещаний без суда и следствия расстрела. И вторые подлежали аресту и заключению в лагеря и тюрьме на срок до 10 лет. На число людей, подлежащих расстрелу, высылки, арестом сверху из Москвы в каждую административную территорию Ежовым спускался особый план разнарядка. У нас три варианта с тысячей человек и один вариант 1300. Как большевистские вожди и руководители НКВД Омского приэртышья выбивали у Сталина дополнительные лимиты на уничтожение тысяч своих земляков? Страна входит в тяжелую полосу очередного кризиса и кое-кто ностальгирует по железной руке, наводившей порядок в стране и поднимавшей экономику в те страшные годы, которые называют периодом сталинского террора. Смотрите программу «Удивительная рядом омская версия» на телеканале «Продвижение». Ну и мы возвращаемся в студию. Вы знаете, хотелось спросить, почему именно в наш город отправляли репрессированных и какое-то это дало развитие нашему городу и какое? Во-первых, почему в наш город? Ну потому что он стоит на железной дороге и везли, конечно, репрессированных по железной дороге. И как и во многих городах были тюрьмы. Ну а еще самое главное, что мы в архиве нашли. Мы – это наша общественная организация, ученые и так далее. Городок нефтяников построен руками репрессированных. Не только комсомольцев, добровольцев, которые приезжали по путевкам строить нефтезавод, нефтехимию. И все нефтяники от улицы Мира, а Мира – нефтезаводская, магистральный энтузиастов, 50 лет профсоюзов – это все были бараки. Я даже в 65-м году была в гражданском бараке прописана. Это вообще, это судьба, наверное, заниматься мне репрессиями. Политические заключенные в основном находились там. Ну и уголовники тоже, ну разные, по разным статьям. Вот, поэтому Омск, конечно, он, вот, нефтехимия была и построена строительной, так сказать, работой за счет вот бесплатного труда репрессированных. Ну, то есть, если бы не было этого факта в истории нашего города, то город выглядел бы несколько иначе. Да нет, я бы так не сказала. Да что вы! Нет, ну все-таки силы вложили, как ни крути, и историю этот момент сделал. Просто мы акцентируем, потому что раз мы занимаемся репрессиями, мы акцентируем. Ну, вообще, строил народ, это народное спасибо. Большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли в студию, приходить почаще, будем только рады. А можно одну минуточку? Сегодня день, 30 октября, день памяти жертв политических репрессий. И в 15.00 у памятника часовни состоится санкционированный митинг. Мы будем там очистить память наших родственников. Придут около 200-300 человек, это напротив главпочтамта. И я вот хочу сделать объявление нашим землякам. Они уже мне вчера звонили по телефону. Замечательно. А в 21.00 все включаем телевизионные приемники на канал продвижения. Программа «Удивительная ряда. Омская версия». Не можно уходить. У нас сегодня в гостях была Тамара Петровна Марткович, председатель Омского отделения «Мемориал». Огромное спасибо, что пришли. Приходите к нам снова и снова. Спасибо вам. Я рада. Отличного вам дня. Что молодежь нашей традиции принимает. Я очень благодарна вам. Спасибо. Спасибо большое. Передаем слово нашим коллегам и новости «Лайт» на телеканале продвижения.